Сложная игра была просто. И факел создавал моменты, и мы создавали моменты. Была равная игра, я думаю. Мне кажется, если бы мы сыграли в ничью, это было бы самое справедливое. Просто в конце уже шла игра открытая, и я думаю, там была игра до гола. Если бы мы забили раньше, то я думаю, мы бы 2-1, так бы счет остался. Нам немного не повезло, упустили игрока в своей штрафной. Получилось то, что они выиграли. Я думаю, не то, что сказать однозначно, что все расслабились. Нет, получилось как-то неравномерное состояние у футболистов. Одни почему-то перегорели, другие, наоборот, может быть, вы право расслабились. И, конечно, все-таки нехватка в центре именно Александра Дутова. Для нас он образующий игрок и капитан команды, который именно и в сложных ситуациях ведет себя как лидер. Наверное, все-таки вот это тоже все отразилось и на результате. Нет, доказывать есть всегда, как бы что, и хочется выигрывать. Тем более, когда мы играем дома, приходит очень много народу. Хочется радовать их при той поддержке, которую они нам всегда оказывают. Всегда такая поддержка сумасшедшая. Всегда хочется играть, выигрывать даже для болельщиков. Ну, я не знаю, как у кого, но у меня такого абсолютно нет. Я пытаюсь донести это ребятам, что как бы ты никакое бы место не занимал в таблице. Все равно футбол, наплевательское отношение к себе, он не прощает. Он возвращает даже, может быть, и на следующий сезон. Поэтому я в эти вот приметы футбольные, знаете, верю. Никакого второго состава не будет, потому что у нас молодежь играет за дубль на первенстве КФК, поэтому там пускай проявляют, а все-таки здесь ребята надо заслужить, а не искусно просто ставить молодых. Ну, хорошо, поставлю я молодых 0-5, там 0-10 проиграет команда. И что, мы все равно за молодыми следим и на игры дубля ходим. Поэтому у них все шансы, возможности есть проявить себя там. Ну, как бы мы все делаем общее дело одно. Вот, если мы играли, я отыграл там чуть больше половины чемпионата, вот, и Артем отыграл больше, ну, там, чуть меньше. Вот, кому доверяют играть, тот и играет там чистым первым номером, я не чувствую себя. Как бы, если, говорят, играю я, значит, я просто ухожу и, как бы, делаю свое дело. Так у нас нету там, кто-то там играет, кто-то не играет, все равны, как бы, все доказывают все на поле. Ну, не всегда мало работы, есть команды, которые, как бы, составляют нам конкуренцию и создают моменты у наших ворот. Вот, но в основном игры такие, то, что играют на контратаках, и это не то, что расслабляет, это, ну, так, мне кажется, немного сложнее играть для, как бы, обороны. Когда ты, у тебя постоянно моменты, ты постоянно в тонусе, ты постоянно в игре, и для меня, по крайней мере, так играть легче. А когда вот к тебе прибегают, там, тем более, когда мы атакуем, мы атакуем всей командой, и уходят, даже защитники уходят, и выбегают, бывает в большинстве, и, как бы, для этого обороны, ну, сложнее немного, мне кажется. У нас еще осталось две игры, которые хотелось бы выиграть и закончить сезон нормально, несмотря на то, что мы заняли первое место. Немножко, конечно, так, огорчило поражение в Воронеже, все-таки для полного морального удовлетворения хотелось там победить, но, к сожалению, не получилось. Поэтому здесь стоит задача победить в этих двух играх. Ну, естественно, думаем, и никаких секретов из этого не делаем, и, на мой взгляд, нам удастся все-таки сохранить костяк этой команды, и предварительные, как бы, договоренности с ребятами там есть. Посмотрим, что будет дальше, но все-таки, наверное, костяк вот этой команды, наверное, не сохранится. Мы столкнулись с проблемой, что на наши условия коренные саратовцы пока не хотят возвращаться. Но, я надеюсь, все-таки, опять не буду пока называть фамилии, но как только появится возможность вернуть кого-то в Саратов, мы это сделаем, когда договорятся и клуб, и игрок между собой. Потому что иногда мы делаем предложения, а ребята говорят, да нет, мы лучше поедем в другие города, там больше денег платят.